хочу хочу этого козяблика и снова уважаемые друзья вы снова на канале ремонтник тв и сегодня я представляю самую маломощную китайскую бензопилу с поршневой 25 и 4 кубика это малютка которой можно оперировать одной рукой то есть пилить дрова одной рукой если у вас одна больная или в гипсе или просто одной придерживать деревяшку а второй пилить эта малютка способна на многое эпопея когда ее выбирал это заслужит отдельного приквела в этом видео итак смотрим на Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Данной бензопилы DimaTorzok Данной бензопилы DimaTorzok Данной бензопилы Данной бензопилы DimaTorzok Данной бензопилы Данной бензопилы DimaTorzok Данной бензопилы 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 чем вот эта модель причем чем так категорически чтоб отличались те бензопилы от этой абсолютно нет вот все видели я показывал здесь штифт улавливатель цепи то есть поролончик здесь вот такой под пластиной все там же точно также присутствовала отлив корпуса просто другой цвет пластмассы и уже цена в разы больше но это такая политика менеджмента собственно о самой бензопиле как видите я держу ее одной левой и она предназначена для пиления в большинстве случаев одной рукой весит она чуть больше трех килограмм по паспорту конечно я четче могу посмотреть но ну 38 килограмма это вместе с шиной и цепью но оперировать одной рукой принципе просто и никаких определенных усилий не надо прилагать вот центр тяжести все видите у нее находится где-то по центру самой бензопилы вот если на один палец посредине ручки взять вот где-то вот так собственно она предназначена для опиливания деревьев для пиления веток для формирования кроны дерева тогда пильщик то есть оператор находится или на вышке или на самом дереве пристегнут к стволу дерева и обрезать ветки все делая одной рукой но поддержал я в руке мне конечно все нравится перейдем к органам управления здесь естественно предохранитель курка газа курок газа чтобы зажать нужно естественно зажать предохранитель если не зажать курок не нажимается здесь есть кнопка стоп вот прямо под большим пальцем то есть можно и удобно сразу отключить бензопилу но кнопка здесь подпружинена то есть она выключать бензопилу когда отпустить бензопила сразу переходит в режим когда можно ее запустить дальше есть здесь подсос который выключается курком газа и естественно есть праймер вот он в этой части и внимание если при покупке бензопилы в бензопиле есть праймер обязательно нужно смотреть в каком состоянии резинка насоса так как резинка здесь должна быть прозрачная если туда заливался бензин в бензопилу и он имел красный оттенок смешивание с маслом умеет там красный синий оттенок в зависимости от того какое масло применялось если праймер имеет какой-то цвет или еще хуже в нем остаток бензина это уже свидетельствует о том что это какой-то бил бушный товар еще один момент ну свечу вам конечно в магазине не дадут выкрутить чтобы посмотреть работали ли бензопила но можно посмотреть на звездочку развернуть вот так как я показываю и посмотреть на шлицы звездочки я в принципе это всегда делаю с новыми бензопилами и смотрю нет ли насечки от приводного зуба цепи если есть место где упиралась цепь это значит что цепь ставилась на бензопилу и бензопила хотя может не иметь каких-то опилок стружки но продули промыли и обратно в продажу вот насечки на звездочки нигде не должно быть здесь транспортировочная желтая пластина присутствует это тоже свидетельствует о том что товар не использовался так еще один момент если вот развернуть видим заливную горловину топлива и заливную горловину масла если открутить топливную заливную горловину и можно конечно унюхать определенный запах бензина это не является показателем того что бензопила работала довольно часто я замечаю что в новых бензопилах присутствует запах бензина с бачка как будто китайцы их проверяет но я никогда не наблюдал в новых бензопилах с упаковочке масло в масляном бачке то есть открутили пробку масляного врачка и попробовали никакой масляного никакого масляного налета там не должно быть в принципе незачем китайцу проверять масляный насос и так дальше можно конечно посмотреть на воздушный фильтр вот здесь сзади такой барашек откручивается и снимается крышечка видим сетчатый фильтр верхняя крышка его свободно снимается сетчатом фильтре вставлен поролончик такой который должен препятствовать мелкой стружке все обратно ставим и закручиваем крышку единственное что хочу заострить внимание здесь вот свечной колпачок то есть свечу откручивать с этой стороны она на лежачем цилиндре вот видно какое все миниатюрное здесь конечно шестеренчатый механизм натяжение цепи который я всегда рекомендую переделывать но в данном конкретном случае имея шину 27 сантиметров я думаю этот механизм может служить весь срок службы бензопилы если конечно не завандалить так внимание хочу показать как выглядит сцепление корзинка сцепления вместе она цельная со звездочкой также привод маслонасоса или червяк маслонасоса который под звездочкой приводится в движение шлицами звездочки также есть регулятор подачи масла то есть здесь даже нарисована вот такая стрелочка где минимальное значение и максимальное значение притом так можно снять уже транспортировочную пластинку так здесь нарисовано направление как должна устанавливаться цепь в какую сторону режущим зубом и вот стрелочка направления ну все довольно таки просто и понятно ничего более здесь я рассказать дальше не могу сейчас буду я смешивать бензин с маслом конечно инструкция по эксплуатации здесь выглядит просто бомба здесь нет ничего написано просто картинки в таком режиме как комикс здесь все предельно понятно нарисовано вот здесь таблица в какой пропорции смешивать бензин с маслом на одну литру 25 миллилитров на две литры 50 миллилитров и так далее единственные слова которые в инструкции присутствуют здесь вот такие клык еще есть в room от типа завелась три четыре раза дернуть там вот так шесть раз нажать и все все в картинках что делать если бензопила залито и нужно выкрутить свечу здесь показано что серьга подсоединяется и как оператор крапкается на дерево вот как оперирует бензопилой собственно и назначение этой малышки отдельное спасибо за такую внятную и простую инструкцию где не нужно ничего читать просто смотреть и соображать это несомненный плюс и так говорил что не буду конечно читать этот талмуд но все-таки открыл на самой нужной странице где технические характеристики собственно видим двадцать пять и четыре сантиметра кубических объем цилиндра рабочий объем 0 9 киловатта мощность значение максимальных оборотов без нагрузки 12000 3000 холостых конечно есть определенная девиация это плюс минус 400 оборотов объем топливного бака 200 сантиметров кубических то есть 200 грамм топливного и 140 грамм масляного бака дальше идет скорость движения цепи естественно звездочка и шаг звездочки здесь 0 375 что соответствует 3 восьмых шагу 33 килограмма это вес без шины без цепи 38 килограмма это полностью с цепью с шиной но без топливной смеси и без масла естественно тип но цепи который применяется вот заданный шаг это по ходу шаг цепи в миллиметрах собственно об этом у меня есть видео как определить шаг цепи дальше заданный зазор это 1 и 3 но здесь уточнили 1 и 27 миллиметра это толщина хвостовика тип шины цепи длина шины 27 сантиметров но это полезная длина резания описание всех органов управления что можно покрутить и дальше я пролистал и меня сильно удивил тот факт что здесь есть карта сборки и до кучи наименование каждой детали как это все называется и где она стоит по номеру стоит конечно учитывать что шина здесь не 270 миллиметров 270 это полезная длина рабочая длина шины шина здесь 352 миллиметра на самом деле и так у нас изначальный запуск двигателя и его обкатка для всего этого я буду использовать масло как вы видите торговой марки алко и смотрим естественно на класс и классификации этого масла по всем параметрам как вы видите здесь часу или ясу fd это японский стандарт iso егиди api ts global gd то есть известные стандарты здесь присутствует и в конце две буковки три буковки 2 и 2 это значит что это самый высший класс двухтактного масла по классификации вот этих систем ну собственно я его использую для ремонта и изначального запуска двигателей когда я меняю поршневую здесь я тоже его буду применять кстати это не реклама я просто беру самое распространенное масло которое не бодяга и которая доступна по цене и так откручиваем здесь естественно как вы видите фольга свидетельствует о том что пока масло не вскрывалась какую пропорцию я буду замешивать пропорция следующее если у нас абсолютно новая поршневая и 25 миллилитров на 1 литр как видели бы эксплуатационных документах я все-таки буду мешать 30 грамм на 1 литр соответственно если у меня сейчас бутылочка полтора литра я в нее сейчас должен залить 45 миллилитров масла и до конца заполнить бензином это повышенная будет пропорция но имея дело с новой поршневой изначально я рекомендую немного завысить содержание масла в топливной смеси для того чтобы удачно и хорошо об каталась поршневая группа в чем суть обкатки суть обкатки сводится только к притирке поршневого кольца к цилиндру и все остальное то есть подшипники игольчатые пальца поршня коренной подшипник коленвала подшипники коленвала и все движущие детали карбюратор в том числе все детали идут на износ в том числе и маслонасос единственная суть обкатки это притирка поршневого кольца собственно я сейчас пока не заливал масло в масляный бачок но позже я залью 20 грамм попробую как она будет поступать и приблизительно отрегулирую по своим потребностям а сейчас собственно смешиваем масло и так залил я бензин и смотрим здесь такая занимательная сзади на крышке фильтра инструкция гласит о том что нужно изначально нажать шесть раз на праймер выдвинуть подсос видно что подсос будет перекрыт доступ воздуха четыре раза потянуть за шнурок кикстартера потом закрыть подсос то есть открыть доступ воздуха и должны мы услышать вот такое здесь написано врум ну собственно что я сейчас и попробую сделать изначальный старт как видите праймер здесь прозрачный полностью еще не видел даже бензина так шесть раз нажал дальше что потянули за подсос чтобы было видно букву а я конечно так скрупулезно никогда на китайских не объясняю но мне самому интересно если следовать инструкции как она будет заводиться так 4 раза потянуть за шнурок кикстартера а даже три раза хватило 4 я не тянул только три раза дальше и сразу меня что-то подсос сам упал а а а заглушу пилку объясню что я неправильно делал новая техника я не сообразил что нужно нажать на рычаг акселератора тем самым тяга на карбюраторе сбрасывается и переходит бензопила в режим холостых оборотов то есть изначально если вытянуть вот режим а будет то есть полностью закрыт подсос если мы его вниз задвинем карбюратор все равно остается перекрыт а рычагом акселератора мы снимаем его с подсоса и слышно там такой щелчок вот такая китайская техника приходится самому обучаться но естественно инструкции мы никто не читаем я в том числе то есть сейчас должна бензопила запуститься просто с первого раза а а опять я ее заглушил и сейчас что я делаю режим обкатки такой сейчас она минуту работает на холостых потом я здесь залил повышенное содержание масла в топливной смеси после минуты работы на холостом ходу я делаю прогазовку но не до максимальных а где-то средние обороты должны быть делаю где-то 10 секунд прогазовки и опять оставляет где-то на минуту опять работать на холостом ходу и где-то через минуту опять я прогазовываю но не на максимальные а где-то выдерживаю режим где-то средних шесть-семь тысяч оборотов для чего это нужно делать это нужно делать для того чтобы масло которое не сгорает в поршневой не накапливалась выхлопной трубе то есть прогазовкой я его выпаливаю с выхлопной и топливную смесь с картера и так сейчас я первый бачок так сделаю обкатка состоит где-то 45 бачков вот таким образом как я сказал ну а сейчас собственно немного ускоряемся и смотрим все итак где-то пол бачка я сейчас выпалил бензина можно конечно проверить дальше следующий момент я говорил что нужно проверить поступает ли масло в масляное отверстие сейчас набрал я 20 миллилитров масло здесь обычно 10 в 40 так ну а сейчас естественно запускаем двигатель и смотрим как поступает наше масло напомню здесь сейчас пол бачка еще бензина осталось и я сделал перерыв для того чтобы двигатель немного остыл и я ему пока не давал максимальные обороты не зажимал рычаг акселератора на максимум а 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 так заглушил я опять бензопилу все видите масло поступает 20 грамм масло вполне достаточно вот я набирал таким уже за юзан им спрессом вполне достаточно чтобы проверить работу масляного насоса ну а сейчас собственно включу вытяжку и дополю еще до конца бензобак и это будет только изначальный старт обкатки нашей бензопилы в том же режиме я советую спалить где-то пять бачков топлива для того чтобы более менее хорошо прикаталась поршневая и дальше можно уже смело работать и рассчитывать на нормальную работу бензопилы и так сейчас очередная заправка бензопилы это будет уже пятый бачок и и сейчас собственно уже немного подкаталась наша бензопил очка я сейчас проверю тахометром уже холостые обороты и максимальные обороты ну конечно бензопилка уже в принципе готова к работе 4 бачка я спалил с перерывом где-то пол бачка перерыв на остывание двигателя дальше заводка опять работа с подгазовкой через где-то приблизительно минута полторы и перегазовка где-то секунд 15 может плюс-минус так и сейчас я завожу и буду пробовать максимальные какие мне покажет тахометр и холостые обороты а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...